Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю разговор о русском народном танце. И тема сегодняшнего занятия – дробное выстукивание, простой дробный ключ. Что такое дроби? Один из самых распространенных элементов русского народного танца. Дроби исполняют с большим удовольствием парни и девушки, мужчины и женщины. В них выражается удаль, мастерство и ловкость. Доносят музыкальность исполнителя, его характер. По исполнению дроби должны быть четкими, острыми, громкими, но они могут быть и тихими. Чем мельче бисернее удары в дробях и замысловатее лихоритмический рисунок, тем выразительнее исполнение, тем интереснее дробь. Русская дробь очень разнообразна по своему исполнению. Дроби исполняются в различных темпах и характерах. На прошлых занятиях мы с вами разобрали подготовительное движение для исполнения дробных выстукиваний и ключей. И сегодня мы переходим к изучению простого дробного ключа. Внимательно смотрим и повторяем. Руки на пояс, кулачки, ноги в шестой позиции, коленочки присогнуты. Первый удар идет правой ногой сверху полной стопой. Раз, на два идет подскок на левой ноге. И переступ. Левая, подскок на правой. Раз, два, три. Еще раз. Сели, присеем. Спинка ровная. И удар, подскок, два, три. Подскок, два, три. Часто делают неправильно. Удар каблуком. Ключ делается полной стопой. Есть термин «припечатать». Удар. Затем вторая распространенная ошибка. Я покажу. Обязательно должен быть подскок. Часто распространенная ошибка бывает, что работают только каблуком. Это неправильно. Должно быть подскок. Люба, давай, покажи нам. Еще раз. Ключ полностью. Шестая позиция. Спина ровная. Немножко присядь. Удар полной стопой. И раз, и два, и раз, и два. Вот.